Здравствуйте, дорогие друзья! Мы сегодня поговорим о совершенно сумасшедшей вещи, которая называется ноль. То, что мы с вами сейчас изучаем, ничто, вакуум, отсутствие чего-либо материального, можем ли мы видеть в этом ничто, или всё-таки мы должны в этом видеть начало, бесконечный потенциал, и чем сильнее вакуум, чем сильнее отсутствие чего-либо, тем больше и больше потенциала в этом содержится. Так вот, что такое ноль? Какого фига мы, цивилизация, вдруг ввели не просто в работу с вакуумными лампами, создавание вакуумных ламп вокруг, да, мы ввели понятие вакуум, так мы ещё ввели в математику понятие ноль, ничто. Что это такое вообще? Как это так? Мы от чего-то исчисляем, от какого-то нуля. У нас ноль – это что? Что источник всех цифр? Что такое ноль? Это целое число. Какое число? Какое число? Какое число? Это ничто. Вы же не говорите, что ноль – это отсутствие чего-либо. Ну, так зачем это наделять числом? Вы что, мы что, с ума посходили? Интересно вот что. Кузнецов в большом толковом словаре на русском языке пишет, что существует две формы слова – ноль, нуль, как равнозрачные, хотя имеют некоторые различия в употреблениях. В частности, когда мы говорим «нуль», мы чаще всего используем это в терминологии, особенно в косвенных падежах, где уже берётся как основа для образования прилагательного нулевой, соответственно, форма «ноль» чаще употребляется в именительном падеже. Погодите вообще, что вы несёте? Вы можете мне конкретно объяснить? Что такое ноль? Откуда взялся он вообще? То, что он играет большую роль в физике и математике, я понимаю прекрасно. Что это такое вообще? Ноль в математике. Подожди, давай, хорошо. Цифра ноль – математический знак, выражающий отсутствие значения данного разряда в записи позиционной системы отчисления. То есть, ноль – это место, от которого происходят разряды. Единица – это один разряд источника всех разрядов, которые дальше будут записываться в позиционной системе отчисления до миллиарда, миллиардовских, миллиардовских разрядов от нуля. И вот эта вот цифра чаще всего означает ноль. И цифра ноль, поставленная справа от другой цифры, показывает двойное значение вот этого вот потенциала. Так вот, всё тут делимости какие-то. Я теперь по-другому просто… Посмотрите на эту таблицу. Я по-другому вообще видеть это всё не могу, потому что я вдруг вижу ноль как потенциал, а единицу как его срабатывание один раз. Понимаете, цифра ноль означает на самом деле уже зарядившийся электрошокер, а цифра один – это один раз прикладывание этого электрошокера и одна разрядка того самого потенциала, когда ты заряжал этот электрошокер три дня, чтобы потом кого-то стукнуть. Посмотрите, что происходит вообще. И то, что современная наша наука не может мне конкретно в этом сказать, ну, это потому что так удобно. Что такое ноль? Ну, это такая… Ну, всё, ладно, ну, просто очень удобно там делить и умножать. Поэтому там векторы, нуль в геометрии, нуль в математическом анализе, обобщение, множество, немножество. Подождите, в вычислительной технике вы можете помолчать? Дайте мне, пожалуйста, информацию тогда о истории, древнюю историю нуля. Оказывается, ноль появляется везде, где является поместная позиционная нумерология. Либо это начало берёт в десятичной Индии или в шестидесятичной Вавилоне. Это означает, что в Индии было принято от нуля до десяти считать, а в Вавилоне было принято считать от нуля до шести. И дальше после двенадцати начиналась новая двенадцатка. До сих пор в Америке яйца продают дюжинами. Понимаете? И все их считают не десятками, а дюжинами. И вот это вот исчисление яиц дюжинами приводит к тому, что весь софт всех производителей яиц, он пишет цифры, когда речь идёт о яйцах, не в десятичной системе, а в шестидесятичной, по двенадцать-двенадцать-двенадцать-двенадцать. Так вот, вавилонские математики в Древнем Востоке использовали для индексации шестидесятиричного нуля в начале пропуск, а затем особый клинопический значок двойной клин. Предполагается, что последний значок вавилоняне использовали начиная примерно с трехсотого года до нашей эры, а их учителя шумеры делали это раньше. Однако символ двойной клин вавилонских мудрецов никогда не имел самостоятельного значения и воспринимался не как цифра, а как отсутствие цифры. Более того, он никогда не ставился в конце записи числа, так что, скажем, двойка или сто двадцать приходилось различать по контенту. То есть, вавилоняне ставили в начале ноль, но потом больше нуля этого не ставили, потому что он для них был не как цифра, как разряд, а как отсутствие разряда. Майя и Инки. Империя Майя существовала на полуострове Юкатан до девятьсотого года нашей эры и использовали ноль в своей двенадцатиричной системе отчисления, как и вавилонская, почти на тысячелетия раньше индийцев, или в Индии которых. Однако только жрецами и только для календарных нужд о повседневной жизни использовали пятеричную систему. Первая сохранившаяся стела с датой календаря Майя датируется тридцатым годом до нашей эры. Интересно, что тем же знаком математики Майя обозначали и бесконечность, так как он назначал не ноль в европейском понимании, а начало, причину. Ноль. Это не европейский ноль, что означает вообще ничего, а наоборот. Первопричина. Источник. Счет дней. Месяц в календаре Майя начинался с нулевого дня, который назывался АХАУ. АХАУ, ХАХАУ. В империи инков для записи числовой информации использовалась узелковая система КИПУ, и ноль обозначался пропуском. В современном КИЧУ, а ноль означает каком-то там кетчупом, все это. Индия. В Индии слово цифра ноль именовалось санскристическим словом ШУНИЯ. Ребята мои, пустота, отсутствие. Или у нас ШУНИЯ называется четвертая стадия полного йоговского дыхания. Это ПУРАКА КУМХА РИЧАКА ЭН ШУНИЯ. Так вот, ШУНИЯ на самом деле не означает пустоту или отсутствие, а означает полнейший потенциал, первичный потенциал, который называется глубокая сизнь. И символом ШУНИЯ означает не нулень пустота, а ляпис лазури, темная-темная синь, которая находится в твоем пространстве лично. Да, вот в этом вот твоем, куда-то отправляешься в безмыслие свои. И все приобретает такой темно-синий цвет. Так вот, ШУНИЯ широко используется в поэзии и священных текстах без нуля. Была бы невозможно изобретенная в Индии десятиричная позиционная запись чисел. Первый символ для нуля обнаружен в таком-то манускрипте, такого-то года. Он имеет вид жирной точки из окрашенного кружу или закрашенного кружочка, который потом называется СУНИЯ БИНДУ. Точка, которая на лбу ставится, вот эта вот точка БИНДУ называется. Или точка пустоты от индийцев через арабов, которые называли ноль или цифр. Отсюда вообще произошло слово цифры, шифр, и потом все это попадает в Западную Европу. Вот, в Европе мы видим, что в Вене хранится рукописная арифметика 15 века, приобретенная в Стамбуле, в которой употребляются греческие числовые знаки вместе с обозначением нуля, точкой. В латинских переводах ноль, знак нуля, называется кружком, циркулус. В оказавшемся очень большое влияние на преподавание арифметики в западных странах руководство Сакробоско, которое было написано в 13 веке и переписывающим потом во многих странах, ноль назывался тета вельхека, вельциркулус, вельцифра, эльфигура, хи, ни хили, или тета, или тека, или кружок, или цифра, или знак, ничего. Термин нула фигула, никакой знак, появляется в рукописных латинских переводах в обработках арабских трудов 12 века. Термин нула появляется в 15 веке и первый печатный, так называемый, по месту тривизионской арифметики. То есть, представьте, мы видим, что в Европе вообще ноль как концепция, появляется чуть-чуть всего лишь в 15 веке, а до этого все нормальные цивилизации, все это существовало. Значит, Российская империя. Слово арифметики, некий Леонид Магнитский, называют ноль цифрой или ничем. На второй странице в таблице, в которой каждой цифре дается название, ноль называется ни за что. Ни за что. За что в меня так? Да ни за что. На, на. В конце 18 века второе русское издание «Сокращение первых основной математики» в 1791 году ноль еще называется цифрой. В математических рукописах 17 века употребляются индийские цифры, и ноль называется ООНОМ. В следствии сходства с буквой О. Такие дела. Египетская система. Ноль отсутствует. Египетские математики уже со среднего царства использовали вместо него иероглиф «прекрасный», тоже означающий отсутствие отсчета в храмах, пирамидах и гробниц. В китайских записях чисел цифра ноль отсутствует, но для обозначения ноль используется знак круга. Один из иероглифов императрицы у зетяни. В древней Греции, а потом у римлян, нуля не было в ихних вот этих палочках, крестиках. В астрономических таблицах Клавдия-Потоломея пустые клетки означались символом круга, или буква омикрон, или ничего. Не исключено, что это обозначение повлияло на появление цифр ноль. Однако большинство историков признает, что десятиричный ноль изобрели индийские математики. В Европе ноль считался условным символом, не признавался числом, и всего лишь в 17 веке Виллис писал «нуль не есть число». Все, в корзину, гадость. В арифметических трудах отрицательное число использовалось как «долг», а ноль – как ситуация полнейшего разорения. Поэтому уравниванию его в правах с другими числами особенно способствовали труды Леонардо Эйлера. Такие дела, ребята. И вот перед нами фотография, полюбуйтесь вы тоже, фотография, означающая ноль у индейцев майя. Что это такое? Что мы видим перед собой? Что это такое, друзья мои? Может быть, перед нами то, что мы просто еще не доросли, даже мы не поняли, из чего состоит там вакуум какой-то, что находится внутри вакуума, как в нем располагаются потенциальные волны, или что такое? То есть, ничто, в нем находится потенциал всего, и чем сильнее там нету ничего, то там сильнее есть потенциал всего. И, говоря о нуле, говоря о нуле, египетские математики использовали вместо нее иероглиф «прекрасный», который означал «прекрасность». Как он выглядел? Да вот так. Ахмин Атеп, вот он. Ахмин Атеп, четвертый, вместе со своей женой, обращается к прекрасному, к нулю источнику всего, в том числе десятичной математики. Вот он, известный, прекрасный, замечательный знак, который означает «ничто». Спасибо большое, величайший Ахмин Атеп, четвертый, за то, что ты показываешь нам, как нужно заниматься медитациями. Все, друзья мои, увидимся в следующий раз. Показ. 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 Продолжение следует...